А вот поспешат ли в Полтаве сорвать звёзды с погон у гаишников, выбившихся в звёзды Ютуба? Наталья Грищенко выясняла, насколько полтавские взяточники намахали жезлом. Вот видео, которое в начале июля буквально взорвало Ютуб. Выезд из Полтавы на Киев. Два инспектора ГАИ работают в поте лица, не подозревая, что из-за кустов их снимают активисты. Вот девушка денежки отчитала. Два и всё нормально. За четыре часа съёмок таких случаев несколько и никаких протоколов. О сумме взяток приходится только догадываться. Этот дальнобойщик, например, даёт 200 гривен. Наконец, перерыв на обед. Инспекторы направляются в кафе. За ними активисты. Показывают отснятое видео. ГАИшники пытаются договориться. Можно с вами переговорить? Нет. Переговорить вы с ним не будете. Это однозначно. Звоните руководству. Руководство не спешит к активистам. И те сами едут в управление ГАИ. В любом случае мы разберёмся. Александр, автор видео, надеется, обнародование скандальных кадров остановит взяточников в погонах. Особенно после распуска ГАИ в Николаеве. Есть два взяточника, которые мы зафиксировали, которые мы показали руководству. Дальше руководство принимает решение. После скандала прошла почти неделя. Но изменилось ли что-то с тех пор? Едем в областное управление ГАИ. Приёмная начальника ГАИ. Как нам попасть? Выясняется, идёт расследование. Но инспекторы, герои ролика, не уволены. Видеодоказательств руководству, видимо, оказалось мало. Вони отсторонены от выполнения своих функциональных обязанностей. И комиссия СВМВС проводит непосредственно проверку по этому факту. То есть не звольнены, а отсторонены? После того, как будет проведена полная проверка, уже будут приняты руководством все заходы. С начала лета в Полтаве это второй такой скандал. И взяточникам правоохранители должны были объявить реальную войну, возмущаются водители. Впрочем, есть среди них и оптимисты. У меня есть знакомые ГАИшники, которые говорят, даже им с начальства был указ, денег не брать. Другие утверждают, МЗДУ ГАИшники как брали, так и берут. Несмотря на угрозу огласки. Смотря на какое нарушение. Нарушение, ну, допустим, превышение скорости, допустим, сколько это? 300 гривен. За превышение скорости? Да. Хорошо, за обгон запас сплошной? Не знаю. Ну, сплошная 500. Пока их не поменяют, ничего не изменится. Наталья Грищенко, Сергей Бордюжа, Евгений Каденцов, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер, Полтава.